Сегодня мы с вами поговорим о том, как Ассоциация Народный Фермер смогла изменить правила выдачи разрешений на передвижение крупногабаритной техники. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это была за проблема и как ее удалось решить. Проблема заключалась в том, что порядок предполагал на любой негабарит, выше 2,5 метра, получение разрешения. И сама система получения разрешений, она фактически, на наш взгляд, была неработоспособная, поскольку процедура выглядела так, что подавая заявление на разрешение, нужно было пройти процесс согласования с каждым из собственников дорог, нужно было пройти согласование с ГИБДД и так далее, и так далее. И любой из участников вот этого согласования достаточно было, что он просто не ответит срок, и на основании этого просто шел отказ. Соответственно, кроме этого, сама процедура была достаточно проблемной, а прицепные агрегаты в принципе нельзя было подавать, поскольку и Министерство транспорта, и МВД позиция была такая, что прицепным на дорогах нечего делать. В подтверждение этого было то, что у подцепных отсутствует государственный номер. Ну а здесь длинный процесс был у нас согласования, вообще всех этих корректировок он шел не один год. Когда-то мы начали это с конца 2019 года, с обращения к президенту, ну и вот этот период, много чего было. Какие же изменения сейчас получились? Изменения получились первые, это теперь узаконены, с 1 марта 2024 года узаконены прицепные агрегаты, и именно через дублирование номера тягача. Это принципиальная позиция наша была, поскольку если делать процедуру регистрации всех прицепных агрегатов, ну, во-первых, это и невозможно, во-вторых, в этом нет смысла. Поэтому, наконец-таки, мы достигли с Министерством транспорта компромисса, и теперь возможно использовать будет госномер тягача. Причем, ну, данное изменение, оно касается сейчас порядка получения разрешения на негабаритные транспортные средства, при этом габаритные, передвижение габаритных сейчас остается неурегулированным. Но есть договоренность с Департаментом государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса и РФ о том, что таким же образом сейчас мы пройдем процедуру и по габаритным прицепным агрегатам. Нужно будет взять номер тягача, повесить его, грубо говоря, там на селку или на почвообрабатывающее оборудование, которое сзади едет, и тогда все будет правильно. Наверное, да. Ну, кроме этого, значит, раньше существовали процедуры, можно было там на бумажных носителях, но разные процедуры были подачи вот подобных заявлений на разрешение. Ну, и куча случаев, когда там, не знаю, там несколько томов бумаг требовалось. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, но, тем не менее, сейчас система будет построена совершенно по-другому. Есть кабинет перевозчика, личный кабинет перевозчика, там достаточно просто зарегистрироваться. Далее туда просто вносится информация о парке техники, о парке прицепных агрегатов. После этого в системе выбирается маршрут и указывается габарит, вернее, сначала указывается габарит, потом выбирается маршрут. Система предлагает несколько вариантов, будет предлагать несколько вариантов данных маршрутов, причем будет отражать участки, на которых с данным габаритом можно двигаться, и участки, на которых для движения необходимо сделать проект организации движения, ну, или разработать. Соответственно, ключевой здесь подход будет такой, что проект организации движения будет необходим в случаях, когда транспортное средство шире 5 метров, либо для встречного движения остается ширина полосы менее 3 метров. Ну, приведу вам пример. И логика будет построена следующим образом. То есть, допустим, две полосы, одна по 3,75 метров, соответственно, в двух направлениях. Допустим, у нас комбайн 4 метра. Это означает, что в разрешении будет указана возможность того, что на 25 сантиметров будет заезд на встречную полосу движения. И разрешение будет, ну, разрешать подобный образ. Пока нам... Также мы договорились о том, что процесс организации движения будет позволять заезжать на обочину в каких-то критических участках дороги. Но, к сожалению, пока не договорились о том, что, в принципе, сельхозтехники можно будет двигаться по обочине. Но мы эту работу продолжим, и нам кажется, это изменения в правилах дорожного движения, они... ну, нужно их добиться. Разрешение будет выдаваться на 6 месяцев, если движение будет происходить в границах не одного муниципалитета. А, соответственно, если в границах одного муниципалитета, разрешение будет выдаваться на 9 месяцев. Причем, ну, очень важный момент, что разрешение будет выдаваться на габарит и на конкретный маршрут. И в рамках этого разрешения единицы техники можно будет менять, как тягачи, так и прицепные. Это принципиальная договоренность, опять-таки, которую нам удалось достигнуть, убедить и, в общем-то, получить подтверждение от Министерства транспорта. Ну, коротко-коротко так. Вы могли бы подробнее рассказать про выдачу разрешений на габариты, а не на транспортное средство? Ключевой же процесс в рассмотрении, вернее, в выдаче заявлений, что конкретная дорога позволяет проехать такой ширине. Ну, в нашем случае ширина – ключевой аспект. Соответственно, ну, логики здесь нет никакого привязывать это разрешение к конкретному транспортному средству. И там какое-то хозяйство, любое хозяйство может спокойно определить и проанализировать те или иные маршруты на предмет, допустим, не знаю, 4 метра. Получить разрешение на конкретный маршрут на ширину 4 метра и затем уже более, менее широкие транспортные средства под данное разрешение, там, менять, не знаю. Сегодня поехал комбайн шириной 4 метра, завтра поменяли в системе и поехал трактор шириной, там, 3,20, допустим, метров. Поскольку уже на габарит 4 метра этот маршрут дает возможность по нему двигаться. Система уже там данная тестируется. В конце ноября у нас есть договоренность, что мы подключимся к этому тестированию. Ну, а, соответственно, заработает она с 1 марта 2024 года. Ну, и мы, как ассоциация, будем в любом случае добиваться того, чтобы она работала без боя в этой системе. Но, во всяком случае, то, что сейчас мы видим и слышим, что если не требуется согласование проекта организации движения, то разрешение выдается там менее чем за 3 часа. Еще в чате писали, что теперь можно будет простроить маршрут, где будут отмечены участки зеленым цветом, желтым цветом, красным цветом. Насколько это новое предложение? Ну, для сельхозтехники это абсолютно новое предложение. То есть тогда, когда мы заходим в систему, указываем габарит, выбираем точку А, точку Б, и нам система предлагает, это же в рамках личного кабинета перевозчика предлагает варианты движения, то здесь и показывает, подсвечивает, где хватает ширины дороги, вернее, комплексно-дорожная ситуация позволяет двигаться такому габариту, а где нет и почему, и где можно проект, а где в принципе невозможно, а где и не нужен проект. То здесь это совершенно другой подход. И, допустим, если мы понимаем, что какой-то участок дороги, к примеру, переезд через мост, ну, действительно нужно останавливать движение с другой стороны, то вот в проекте организации движения это и делается. Но только на этот кусочек маршрута, а не делается там на весь маршрут, допустим. Это очень важно. Это и затраты, это и время, и лишние работы гораздо меньше. А эти карты дорог уже есть у Минтранс, у ГИБДД, у Минтранс? Минтранс говорит, да, это Минтранс, это не ГИБДД, а Минтранс говорит, да, и вот в конце ноября мы должны включиться в процесс тестирования. Потому что с федеральными трассами как-то полегче, а не на виду. А если это какая-то сельская дорога, точно ли будет там указана ширина ее, то могут же быть нестыковки какие-нибудь? Ну, надеемся, что это будет так, как заявляет Министерство транспорта, но в любом случае мы будем принимать участие в тестировании. Теперь вот при самом благополучном, скажем так, стечении обстоятельств, фермер заходит в личный кабинет перевозчика, указывает откуда куда, каких габаритов транспортные средства будут передвигаться. Ему система предлагает, вероятно, несколько маршрутов или один маршрут. Если все зеленым цветом, то все прекрасно, можно ехать. В течение трех часов, да, получается разрешение. С момента оплаты госпошлины. Но опять-таки здесь в самой системе это можно будет делать. Если окажется, что участок дороги, участок маршрута желтым цветом выделен, необходим проект, куда дальше бежать сельхозпроизводителю за этим проектом? Ну, мы сейчас сами запросили, не только мы, но и ряд наших коллег, которые вот в тестировании участвуют, ну, запросили в нескольких организациях, но мы только начали этот процесс. Есть, ну, сообщение там Минтранса о том, приблизительно, сколько это стоит в Москве, когда согласовывается по, согласовывается, вернее, делать проект организации движения по автомобильному транспорту. Ну, расценки как бы невысокие. Но опять же, это когда, это массовый процесс. Надеемся, что сейчас, ну, будет в диапазоне, не знаю, там, на участке дорог, ну, не больше, там, пяти, десяти тысяч стоит это. Но опять-таки здесь нужно будет смотреть и разбираться дальше. Ну, вот некоторые сельхозпроизводители вообще высказывали такую точку зрения, что зачем вообще эти разрешения нужны? Приводили даже статистику, сколько случается ДТП с легковыми автомобилями, и сколько случается ДТП с сельхозтехникой. Это были, ну, там, сущие единицы буквально. Вы знаете, мы через эти данные прошли, потому что с этого начинался наш диалог. Первое, что нам, когда мы инициировали этот вопрос, и обсуждение было с Министерством транспорта, с МВД, первое, о чем говорили представители этих ведомств, вернее, этих министерств, именно о том, о безопасности движений. Мы термин там, что безопасность превыше всего, ну, слышали очень много раз. Соответственно, естественно, мы сразу запросили статистику, и дальше уже приводили ее, на основании ее выстраивали свою аргументацию. Ну, на память сейчас скажу, что там приблизительно там из 190 тысяч ДТП, 750 ДТП с участием сельскохозяйственной техники. При этом в 46% случаев виноваты не операторы сельскохозяйственной техники. Статистики по аварийности негабаритной сельскохозяйственной техники не велось, и ее нет в принципе. Но то, что мы анализировали зачастую, вот страшные аварии, которые происходят в этой области, они происходили зачастую тогда, когда кто-нибудь ночью старался быстро перегнать трактор, не знаю, с плугами или с дискатором, особенно в узких участках. И вот тогда происходило это. Сейчас все разрешения и движения там для негабаритной сельхозтехники, оно разрешено именно днем, в дневное время суток, одиночными транспортными средствами. Ну вот, надеемся, что этот порядок, по идее, аварийность должен уменьшить. Даже ту небольшую, которая есть. Многие, конечно, говорят, что, ну а чем данное разрешение может помочь в области безопасности. Ну вот, стандартный аргумент, который приводится со стороны сельхозпроизводителей, что, ну я как, если там мой трактор едет с разрешением или без разрешения, в чем разница. Ну, во многих случаях разницы действительно нет, поскольку ряд хозяйств, они ставят и машину сопровождения с мигалкой и подбирают более-менее маршруты, но, к примеру, две полосы и для встречного движения остается менее трех метров. Естественно, в данном случае, ну, встает вопрос, если мы едем по полосе, то создается невозможность проезда там встречного движения. Ну вот, здесь на многих дорогах этой проблемы нет, но участки есть. Соответственно, там Минтранс все время железобетонно стоит на том, что, ну, именно для этого они и делают разрешительный характер. Новые правила потребуют, видимо, нового программного обеспечения. Оно есть или оно разрабатывается еще Минтрансом? Нет, я, ну, вот в том-то и дело, что Минтранс уже разработывает программное обеспечение, и уже оно, оно уже работает. Поэтому, со словом Минтранса, уже, уже эта система работоспособна, и длительный период времени, ну, они называют два с половиной года, что у них ушло на разработку этой системы. И, кроме того, что система разработана, это же потребовало большого количества изменений законодательных актов, поскольку, ну, тематика, она не одним документом регулируется, и там действительно плац просто огромный. Почему раньше, ну, это уже, этот же вопрос периодически кто-то из политиков, кто-то из общественных деятелей периодически, ну, брал. Но когда подходили к тому, насколько сложно здесь регулирование, ну, в принципе, через некоторое время просто, видимо, ну, не хватало или энергии, или просто понимали, понимали, что очень тяжело преодолеть эту стену. И это действительно так. Законодательство, количество норм, различных законов, регулирующих эту область, оно большое. И то, что сейчас это все свелось к вот такой действующей системе, ну, я считаю, что это, ну, такой прорыв, и вот это именно та цифровизация получается, которая полезна не только для государства, но и для сельхозпроизводителей. Вот это вот как раз-таки процесс цифровизации управления там дорожной ситуацией. Сколько времени у вас ушло на то, чтобы убедить органы власти принять предложение со стороны фермерского сообщества? Ну, здесь был очень длинный процесс. Не знаю, я там в Москву летал только раз 20, а вообще все начиналось в 2019 году. Мы обсуждали это с коллегами, сельхозпроизводителями видели эту проблему. Ну, и вот наш президент в декабре 2019 года посещал Республику Адыгеи, это было перед Госсоветом по АПК. Соответственно, там я обращался с этим вопросом, и президент поддержал наше предложение и дал поручение об упрощении этого порядка. Но механизм, конечно, он достаточно сложный в этой области. Ну, кроме этого, у нас, не знаю, там в какой-то момент подключилась торгово-промышленная палата к этому процессу, и они здесь помогли нам сделать очень большой пласт такой аппаратной работы, которая заключалась в том, что, ну, несколько томов переписок со всеми министерствами и ведомствами сейчас. Ну, и вот здесь получилась совместная работа и сельхозпроизводителей, и ассоциаций, и торгово-промышленная палата, и мы смогли сдвинуть. Подобная работа, вы знаете, мы какое-то время назад у нас было общее представление о том, что для нас достаточно понимать технологию, повышать плодородие почвы, получать хороший урожай, но последние несколько лет мы уже четко понимаем, что этого недостаточно, и участие вот на поле законодательном, на поле регулирования, наше участие, оно обязательно, поскольку если нас там нет, то это регулирование делается в пользу, ну, в пользу, не всегда в нашу пользу. Субтитры подогнал «Симон»